Здравствуйте! В эфире программа «Выпуск» в студии Веры Ионкина и о главных событиях этому часу. Взаимодействие и поддержка, несмотря ни на какие внешние вызовы, важные темы обсуждают сегодня в Москве на Всемирной конференции соотечественников, проживающих за рубежом. Санкции, их последствия, нагнетание антироссийской истерии – все это нарушило многие устоявшиеся отношения. В таких условиях контакты с представителями наших диаспор, особенно в недружественных странах, сохранениях связей с Россией, экономических, культурных, духовных, важны как никогда. То, что происходит сегодня, совершенно чудовищно. И, конечно, те невероятные злодеяния, которые применяют наши украинские, давайте называть, как есть, враги против нас сегодня в ходе специальной военной операции. Сложно описать, да, наверное, и нет, о чем все это известно. Сейчас речь идет о применении грязной бомбы, то есть минимального ядерного потенциала, для того, чтобы обвинить затем в этом Россию и усилить в разу эскалацию противостояния России в мире. Все это просто, но, как писал классик, мы не убираем время, в которое живем. Время убирает нас. И сегодня мы должны озаботиться судьбой русского мира. Мы все помним программную статью Владимира Владимировича Путина, которой уже исполнилось 10 лет, «Россия и меняющийся мир». Я в мае этого года, после трагической смерти, ухода из жизни лидера НДПР Владимира Вольфовича Жириновского, оставаясь председателем комитета между делом возглавил партию НДПР, Жириновский всегда ссылался на статью Владимира Владимировича Путина «Россия и меняющийся мир», где он писал, что мы должны в разы увеличить наше культурное и гуманитарное присутствие в мире и на порядок укрепить его там, где говорят по-русски или понимают русский. Над выполнением этой программной задачи многие годы работают в системе нашей исполнительной власти Россотрудничества, да не возглавляемая нашим лидератом Евгением Александровичем Примаковым. Мы на площадке Государственной Думы делаем все возможное и невозможное, чтобы укрепить государственную поддержку федеральных программ готовых к Россотрудничеству. Мы, конечно, должны понимать, в какой системе координат мы находимся. К сожалению, даже на постсоветском пространстве закрылось большое количество русских школ. Российский фонд мира, который я возглавляю на общественных началах в 2015 году, открыл русскую школу в Нечехово в Пешкеке, столице Кыргызстана, президенты России Кыргызстана, Путина, тогда АТП, перерезли ленточку. Но это одна школа. Несколько школ, а закрываются сотни. ЛДПР одной из первых пришла на помощь жителям новых регионов России. Председатель партии Леонид Слуцкий заявил, что протянуть руку помощи нуждающимся в ней не способ пропиариться и покрасоваться, а естественный жест любого порядочного гражданина. Он отметил, что активистам ЛДПР предстоит еще много сделать, чтобы можно было бы гордиться собой. Сейчас мы сконцентрируемся на важнейшей работе по созданию отделений. Они де-факто уже есть, но их надо статуировать, регистрировать, развивать на новых территориях. Еще раз подчеркну, для тех, кто это еще не понимает, все, что знаково будет происходить в стране, сейчас и в ближайшие годы будет происходить там. Поэтому отделение ЛДПР, первоочередная деятельность партии будет по развитию отделений на четырех новых территориях. И, конечно, как всегда, мы будем заточены на поддержку каждого человека, каждой семьи, на тех, которые там проживают. Так что каждый день работы без лишней патетики на счету. В этом году Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Европейский Союз, Соединенные Штаты и их союзники, похоже, решили опробовать весь арсенал экономических ограничений. В конце октября Европа утвердила очередной, уже восьмой по счету, пакет санкций, куда вошел и ценовой потолок на российскую нефть. Однако, как показывает опыт этого года, санкции против нашей страны все сильнее бьют не по нам, а по миллионам европейцев. Запад мог нас погубить уже давно. Мог поддержать Ельцина, чтобы он пошел на этот срок, хвалить нас. Мы будем все у них покупать, золотовалютные запасы им отдадим. То есть они могли бы давно лаской нас погубить. Нам выгодно этот кнут. Поэтому нам эти санкции очень выгодно. Потому что они будут долго, долго, долго. Наши инженеры все изобретут. Нам не нужно ничего. У нас ресурсы есть. Санкции опасны для страны, у которых нет ресурсов. Вот Япония. Перекройте ее, и все, она погибет. У них камни одни. Через две недели Японии не будет давать морскую блокаду, как Куба. Все, Японии нет. То же самое Британия. То же самое Германия. Там один бурный уголь. Нам эта блокада, это смешно. Комариный укус. Здесь хозяйство растет. Лекарство растет. Значит, инструменты, станки, машины. Все идет, так сказать, в рост. Постепенно. Не сразу. Но и санкции всего три года. Пройдет 30 лет. Вы увидите. Страна преобразится. Как Москва. Посмотрите, как она похорошела. Лужковская сегодня. Какие здания поднялись, так сказать. Какие улицы, так сказать, эти пешеходные зоны. Тран, метро. Почти в два раза. То есть, можем все. А военная техника. Практически мы неуязвимы. Поэтому все в этом плане идет в позитив. Даже если не было санкций, самим надо ничего не ввозить из рубежа. Только все свое-свое, только там не совсем уж новейшая технология. А продовольствие свое, лекарство свое, одежда, обувь. Все свое. Борьба с недружественными странами прикрывает монополизацию рекламного рынка в интересах одного игрока. Инициатива депутата Государственной думы Артема Кирьянова, поправка к федеральному закону о рекламе, вызвала шквал негодования и протестов. Злоупотребление положением в собственных интересах, преграды для малого и среднего бизнеса, неконкурентная борьба на рынке. Это лишь малая часть последствий, которые может привести принятие поправок в данный законопроект. Как член Комитета по экономической политике я голосовал против внесенного моим коллегой Артемом Кирьяновым законопроекта. Это было еще до 15 июля. И, собственно говоря, на пленарном заседании я выступил с критикой от имени фракции этого законопроекта. И наша фракция не голосовала за данный законопроект. Что, собственно говоря, дало возможность руководителю нашей фракции, председателю ЛДПР Леониду Эдуардовичу Слуцкому, принять участие в первом форуме операторов наружной рекламы вместе с другими коллегами из других фракций и включиться в процесс обсуждения того, какое регулирование сегодня востребовано, в том числе в условиях специальной военной операции, в условиях, очевидно, уже сейчас мобилизационной экономики, на таком заметном, понятном рынке, как рынок рекламных услуг. Моя позиция, как в прошлом заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации, определяется именно интересами, в данном случае, со совмещением двух интересов. Первый – это интерес конечного потребителя, то есть миллионов, десятков миллионов, сотен миллионов граждан, которые каждый день совершают те или иные покупки. И в данном случае, как бы это ни банально звучало, реклама – это двигатель торговли. И чем быстрее внутренний товарооборот, чем он динамичнее, тем лучше финансовые потоки, тем лучше влияние на ту самую экономику, за которую в том числе отвечает парламентский комитет по экономической политике. Поэтому вот это один приоритет, заданный интересами конечных потребителей, конечных покупателей, для которых любая реклама – это информация, будь то современные носители, те же самые электронные доски объявлений, или такие традиционные, которые вплоть до рекламы на подъезде. Жители Йошкаралы регулярно пребывают в тумане. Люди жалуются на то, что не могут открыть окна в квартирах, чтобы проветрить помещение. В адрес чиновников регулярно летят жалобы, на которые, впрочем, местные власти не реагируют. Местное отделение ЛДПР намерено привлечь к этой проблеме внимание. Одна из проблем, о которой мы постоянно говорим и выступаем за ее решение, проблема задымления – это уже не отдельно взятого микрорайона Йошкаралы. Это фактически большей части города и прилегающих населенных пунктов Йошкаралы. Просто предприятия, предприниматели промышленной зоны на сегодняшний день немного обнаглели. Им зачастую дешевле сжигать свои отходы, чем их вывозить и платить за это деньги. И этим летом просто огромнейшая проблема задымления в республике. Мы еще полтора-два года назад предлагали – нужна автоматическая станция мониторинга. А сейчас нужна уже целая система мониторинга воздуха в Йошкарале. Чтобы не бегали специалисты Роспотребнадзора по вызову, пока соберутся, пока приедут, направление ветра изменится, сжечь перестают и так далее. В этом году все-таки администрация города приняла решение в ноябре установить станцию автоматического мониторинга. И помимо этого прокуратура выявила, что у нас в нарушении законодательства нет стационарных постов Росгидромониторинга, которые занимаются атмосферой. И обратились в суд. Ждем, что суд вынесет положительное решение. И в Йошкарале в соответствии с федеральным законодательством уже будут установлены постоянные федерального подчинения посты мониторинга воздуха. И это действительно позволит в автоматическом режиме мониторить ситуацию с экологией в Йошкарале. И, соответственно, делать определенные выводы, наказывать нарушителей. И в том числе, может быть, вносить изменения в законодательство. Потому что, к сожалению, законодательство упростили. И фактически предприниматели в таком хорошем положении, их проверять нельзя, уведомительный характер. То есть они начинают работать, уведомляют и все. А органы госконтроля не имеют нормальных полномочий для того, чтобы их и наказать, и запретить им оказывать негативное воздействие. К этому часу у меня все новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Ну а больше новостей смотрите на наших YouTube и YouTube каналах, а также в Telegram-канале. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok